Today we are going to talk about past simple of the verb to be was war and there was their war construction. Глагол was-were переводится как был-были. Мы используем глагол was с подлежащими I, he, she, it с именем, например, Jack и существительным в единственном числе, например, the book. Мы используем глагол were с подлежащими you, we, they с двумя именами или с двумя людьми Jack and I или существительным во множественном числе the books. Давайте рассмотрим несколько примеров. Jack was happy. Jack был счастлив. Мы здесь используем was, так как у нас одно имя Jack. We were tired. Мы были уставшими. Мы используем в этом предложении were, так как подлежащее у нас we, мы, множественное число. Отрицательная форма от глагола was, were будет was not, were not или краткая форма wasn't, weren't. Давайте рассмотрим несколько примеров. Jack wasn't happy. Jack не был счастлив. We weren't tired. Мы не были уставшими. Если глагол was и were употребляются в вопросильных предложениях, подлежащее будет стоять после этих глаголов. То есть при выборе слова was либо were нам нужно будет смотреть на слово, которое стоит после него. Например, how old was the presenter? Сколько лет было ведущему? The presenter стоит у нас после слова was, ведущий один, нет окончания s, поэтому мы употребляем was. Where were the cameras? Где были камеры? The cameras. Камеры у нас стоит во множественном числе, так как на конце присутствует окончание s, поэтому мы выбрали слово were. Конструкция there was, there were переводится как там был, там были. После there was мы употребляем существительное в единственном числе. Например, there was the book. После there were мы используем существительное во множественном числе. Например, there were the books. Множественное числе, так как окончание s. Рассмотрим еще несколько примеров. There was a new reality show on TV. По телевизору показывали новое реалити шоу. A new reality show, show, в единственном числе стоит, поэтому используем was. There were two more episodes on the DVD. На DVD было еще два эпизода. Эпизоды стоят во множественном числе, так как на конце слова есть окончание s, поэтому используем there were. Для образования вопроса мы меняем местами was и there. Was there, were there. Was there также употребляется существительными в единственном числе. Was there употребляется существительными во множественном числе. Рассмотрим несколько примеров. Was there a new reality show on TV? По телевизору показывали новое реалити шоу? Здесь будьте внимательны. В вопросительных предложениях мы смотрим не на слово there, а на то слово, которое стоит после него. Единственное число, поэтому выбираем слово was. Were there two more episodes on the DVD? На DVD было еще два добавочных эпизода. Во втором предложении мы также смотрим на то слово, которое стоит после there. Two more episodes. Episodes во множественном числе стоит, так как на конце есть окончание s, поэтому мы выбираем were.